Таня, Артём и Маша бежали из Харькова в редкую минуту затишья. Соседние дома уже разбило. Их квартира уцелела, но оставаться там было слишком опасно. Времени на сборы практически не оставалось. Таня покидала в две маленькие сумки детские вещи, деньги, документы и отправилась в опасное путешествие. Муж остался дома. Именно он и сообщил Тане, что на следующий день после их отъезда в дом тоже попала бомба. Так что уехали вовремя. Дорога до Львова заняла около трех суток. Здесь, в городе убежище, таких семей десятки тысяч. Но волонтеры стараются помочь всем нуждающимся. В модном Львовском театре «Воскресенье», где развернули один из пунктов по приему беженцев, Тане помогли собрать теплые вещи и все самое необходимое. Ведь дорога предстоит еще очень долгая. Танин папа и дедушка Артема и Маши ждет их в далеком израильском Маалоте. Я вместе с ребятами, которые волонтеры из Израиля, помогают нам сесть на автобус, доехать до границы и там до аэропорта. То есть ребята, израильские волонтеры, очень помогают. Еду в Израиль. Кому? Там у меня папа. Еду к папе. Надеюсь, будет все хорошо. И будет все хорошо. Готовы к тяжелым воспитаниям? Ну, конечно. Ну, во всяком случае, стрелять, наверное, так не будут, как здесь. Очень сильно стреляют парьками. Ну, надеюсь, что будет хорошо. Компания для поездки собирается довольно пестрая. По ней можно изучать географию Украины и карту военных действий. Ко всеобщему сожалению, выясняется, что всеми здесь любимый актер с нами не едет. Он провожает внучку и возвращается на войну. Доброе утро. Я Валерий Чегляев, актер. Он же дядя-пират из мультика «Остров сокровищ». Помните, шанс, он не получит, он не аванс. Это я. Вот мы с супругой оказались во Львове, потому что мы перевозили деток. Сейчас гуманитарные грузы сопровождаем. Здесь еврейская община блестяще работает. Вывозит детей. И я еще раз говорю, 9 канал. У вас правдивые новости. Мы вас смотрим. Спасибо огромное за вашу помощь. И не стесняйтесь, помогайте всем, кому можно. И тогда мы победим. Сегодня идет действительно великая борьба добра со злом. Так что добро должно побеждать. Особенно евреи это очень хорошо знают. Евреи непобедимы. Мужчины. Все должны иметь фотографии 5 на 5. Волонтеры сбиваются с ног. Главная задача – отправить максимально забитый автобус. А в последний момент всегда кто-то меняет свое мнение, решает, что можно еще подождать. Или просто опаздывает. Те люди, которые приезжают ночью или за день до автобуса, чтобы они отдохнули, мы их отправляем в место, где они могут отдохнуть, поспать, помыться, зарядить гаджеты и приготовиться в путь. По опыту твоему, сколько времени мы в пути проведем? Я думаю, что до ночи должны проехать границу. Надеюсь. То есть это невероятная скорость, на самом деле. Ну это быстро достаточно. Люди сутки стоят. Вчера нам отзвонились, кого мы сажали вчера. Они где-то в 8 часов, в 8.30, украинскую границу точно уже прошли. Самый конец салона был. Прогноз оказался слишком оптимистичным. Примерно через час Львовскую область обстреливают запущенными из Белоруссии российскими искандерами. Маршрут приходится менять, и вместо расположенного в 80 километрах от Львова КПП, где нас ожидал зеленый коридор, израильские консулы и представители Сахнута, автобус отправляется в Волынскую область, где, по данным организаторов, можно проскочить быстро и без дипломатической помощи. Как это часто бывает на войне, данные оказались, мягко говоря, не совсем верными. Наш путь до польского Кракова занял более суток, и это были очень тяжелые часы, причем как физически, так и психологически. До КПП Усть-Илук наш автобус добрался без особых приключений. Пробки, проверки на блокпостах, хамство водителей и сопровождающих, которым явно не нравился национальный состав пассажиров, но при этом и сил отказаться от предложенного израильским МИДом вознаграждения тоже не было. Перед границей, уже ставший привычной частью пейзажа, пункт горячего питания. Все просто, но чисто и вкусно. Правда, опытные люди сразу предупредили, что есть и пить нужно как можно меньше. В погранзоне не пускают в туалет, а ожидание может затянуться на долгие часы. Так оно и вышло. Держите. А еще? Сколько у вас порций? Тане и ее попутчицам неприятно вспоминать, как с ними и с их детьми попрощалась Ридна Ненька. Украинские пограничники орали, запрещали выходить из автобуса. Водитель, чтобы не остаться без топлива, выключил мотор, а на улице было минус 10. Грудным детям потребовалась горячая или хотя бы теплая вода. Одну на всех матерей бутылку принесли после неоднократных просьб через несколько часов. К утру один из двух израильских автобусов наконец-то пропустили. И все неприятности для тех, кто прорвался, сразу закончились. С польской стороны нас ждали накрытые столы, теплые чистые туалеты, игрушки для детей и комната матери и ребенка для самых маленьких. Контраст был настолько разительным, что многие плакали. Ехали мы нелегко совсем на украинской границе, мы простояли больше 10 часов. Таможня имела вопросы к гражданам Израиля. Но потом решилась, обещали помочь им. Потом мы приехали, не помню, в город, в который мы приехали ночью и сели сразу в автобус на Краков. И вот в Кракове уже сели, другой поезд, который нас привезет в Берлин. Нет, еще не в Берлин. Нет, граница с Берлином, а дальше с Германией, а дальше потом в Берлин. Ну, все время в дороге. Встречали нас волонтеры деткам, угощения, кофе, чай, все это бесплатно предлагали. Как бы все душевно, конфеты, игрушки мягкие детям дарили. Так, в принципе, было. Встречали, везде рады. Действительно, в отличие от далеко не самых радушных украинских проводов, в Польше возникло ощущение, что вся страна встала на решение одной главной задачи – обогреть, напоить и накормить каждого, кто нуждается в помощи. Главная проблема при этом – острейшая нехватка жилья, даже временного. Поэтому всем, у кого еще оставались силы и желания, предлагали билеты на бесплатные эвакуационные поезда. Добраться таким образом можно до любой точки Европы. Ну вот я в компании этих симпатичных беженцев наконец-то добрался до Кракова. Дорога от Львова заняла чуть больше суток, и это еще не рекорд. Впереди предстоит еще несколько испытаний. Ну, во-первых, посадка на поезд в сторону немецкой границы. Штурм поезда – дело непростое, особенно когда на пролом идут женщины и дети, и вынужден уступать дорогу. Почему едем в Германию? Потому что улететь в Израиль из Польши просто-напросто невозможно. Билеты или раскуплены, или стоят, как частный джет из Берлина, пока можно улететь за пару сотен евро. Поезд с наглухо задраенными дверьми идет к немецкой границе. Растерянные и дезориентированные люди не очень хорошо понимают, где они находятся, куда едут, какая конечная точка их путешествия. Многие впервые за границей, поэтому на перрон во время редких остановок их стараются не выпускать. Часть наверняка потеряется. Людмила, в отличие от большинства своих попутчиц, твердо знает, куда она едет. В Дюссельдорфе у нее живет младшая дочь. Папа и мама четырех ее внуков навсегда остались в Чернигове. Об этом женщина пока старается не вспоминать. Сейчас ее главная задача – никого не потерять и доставить детей до безопасного убежища. Сейчас уже чуть легче. За небоседами следит весь надежно запечатанный вагон. А начиналась эта поездка за линией фронта. Ну, нас вывозил на машине знакомых, на небольшой машине, гражданин Израиля. Молодой человек, зовут его Леонид. Спасибо ему огромное. Конечно, вот потому что, кроме того, что он сам выезжал, так он еще был в ответе за моих детей, за внуков, за меня. И мы не ехали по трассе, мы ехали по лям и лугам, по кочкам. Я не знаю, круг такой давали, невозможно, непонятно какой. Боялись, чтобы обстрел не начался. Поезд останавливается на последней польской станции. Состав почти сразу уходит обратно, на восток, за новой партией беженцев. А нас ждет еще одна пересадка. Немецкие железные дороги забиты эвакуационными поездами. Поэтому власти Берлина присылают за нашей группой автобусы. Ну, как настроение? Последний автобус. Нормально. Встали уже все. На Берлинском вокзале бабушку Людмилу со внуками сразу берут под свою опеку волонтеры. Через несколько часов их нескончаемая поездка закончится. В Дюссельдорфе ребят встречает тетя, которой теперь придется стать им мамой. Она с Таней Артемом Машей в немецкой столице приютила Галя. Днем она работает психологом на красной линии и очень устает. Но в такой ситуации выхода нет. Тем более, что у доктора есть сменщица, Луна. В свое время профессионально работала со сложными пациентами и навыков, конечно, не потеряла. Утром такси в аэропорт. Улететь в Израиль напрямую оказалось невозможно. Великое переселение народов уже выплескивается за пределы Европы. И купить билет хоть куда-нибудь подальше от войны и поближе к цели – уже большая удача. Кстати, на, казалось бы, курортном рейсе «Берлин-Пафос» больше половины пассажиров предъявляют украинские паспорта. Пожертвуйте пару фунтов или евро, и мы гарантируем, что 100% денег будет передано нуждающимся в Украине. Еще четыре часа перелета. Все уже смертельно устали. Сомневаюсь, что мои попутчики оценили полупустую набережную, замок крестоносцев или кулинарные изыски в местном ресторане. Но вот такой встречи в провинциальном курортном городке никто из нас, конечно, не ожидал. Только здесь, на расстоянии, стало понятно, что происходящее в Украине действительно главное на сегодня событие в мире. «Приходите на митинг каждый день три часа». И снова подъем до рассвета, снова чемоданы, такси и аэропорт. Такая нагрузка сказывается даже на профессионале. Говорить заметно тяжело. Наверное, вот эту мою речь можно назвать пафосной, потому что мы вылетаем из города Пафос на Кипре в сторону Тель-Авива. Перед нами последний, на идее, самый простой участок пути, хотя немножко тревожит то, что нас ждет в Бен-Гурионе, как там примут, пройдут ли документы, пустят ли сразу в город, признают ли еврейские документы, которые, к сожалению, утеряны, но они есть в телефоне. Есть проблемы, но самое главное, самое главное, что Таня и дети в порядке, и мы летим в Израиль, и наверняка там все будет хорошо. Когда под крылом появляется знакомый пейзаж, сил на эмоции уже не остается. Тем более, что история еще не закончена. Некоторых беженцев на земле обетованную так и не пустили, а Таня, как выяснилось, не успела взять с собой все необходимые документы. Правда, есть снятые на телефон копии, но хватит этого или нет, предсказать невозможно. Привет, Тёмки! Слава Богу, что... Большое спасибо Сергею за то, что он помог доехать. Моим самым дорогим, самым близким. Я открою вам маленький секрет, помогали десятки, если не сотни людей, это целая организация. Я понимаю. Я просто случайно оказался на пути. Я понимаю это все, но основная участь в помощи довести и передать из рук в руки, это, конечно, ваше. Не моя заслуга. Моя заслуга была только в том, что я посидел намного больше, чем у меня было. Скажи, пап, я не набираю плит. Волонтеры уже подготовили Тане, детям и дедушке машину в Маалот. Там их тоже встретят и помогут. Так что я могу, наконец-то, сдать свой пост. Несмотря на все проблемы, мы это сделали. Дорога заняла почти неделю. Мы преодолели огромное количество границ, огромное количество бюрократии, огромное количество проблем, но все-таки добрались до Израиля. Кстати, Бен-Гурион, которого мы тоже побаивались, оказался самым гостеприимным местом. Мы прошли все буквально за 15 минут. Но сейчас это абсолютно неважно. Таня, Артем, Маша встретились с папой Сашей. То есть все было не зря. Так что репортаж получился. Большое спасибо, конечно, Сергей.